Посмотри, сколько видео вокруг, зацени эти ролики, мой друг. Подпишись на канал, ты не забудь, поставь лайк и комментатором ты будь. Ла-па-па, ла-па-па, ра-па-па, пра-па-па, пра-па-па-па-па. Привет, ребятки, продолжаем проходить карьеру в игре F-15 за торпедой Москва. Матч против Уфы. Такой на расслабоне, потому что... Потому что на Барселону уже плевать по большей степени, так что... Играем в удовольствие. Несмотря ни на что, я не буду себе изменять, чтобы там кто не говорил. В том числе какой-нибудь Часамбулунгу, тем более. Мы выставляемся опять тем же составом, каким привыкли играть... Собственно... Каким привыкли играть в... Господи... В RFPL, да что ж такое-то, у меня вылетают слова. Просто напрочь. Так, Часамбулунгун, давай ты, дружище, будешь. Здесь, наверное, вместо Зуева. Так, эмбютер сюда. Подожди, а слева еще кто может встать? Да. Никто, он, Денингс, уставший, Бютер, уставший. И все подустали. Ну пусть, ладно, Денингс. Остается тогда на поле. Вот, так что второй состав, как всегда, в деле. Мулин тоже, как всегда, в деле. Сейчас он будет стоять, потом Сердар выйдет. В общем, все как обычно. Все как обычно, потому что это... Нам не мешает выигрывать и продвигаться. И как бы Часамбул не жаловался на то, что он не выступает в... Сейчас, подождите. Ну а так была бы хорошая, если бы пас раньше прошел бы. Не выступает в основе. Но он как бы все равно помогает нам в Лиге Чемпионов и в других кубках. То есть, ну в целом, я говорил уже эту мысль. Помогают выиграть все три турнира. Все абсолютно до единого футболисты. Даже те, которые на травмах сидели. Они, собственно, свое дело сделали в свое время. Жалко, конечно, что травмировались. Но благо у нас все распланировано. Передача неплохая была бы, если бы не в защитника. Отлично. Но это куда? Мяч Уфы. Так что я реально надеюсь, что я сейчас вымотаю защиту. Отлично, Новосельцев. Браво, Новосельцев. Мулин. Браво, защита. Цибиков хорош на Стефановича. Бютнер с левой, с наката. Мимо ворот. Очень, очень, очень сильно ударил Бютнер. Мулин, к сожалению, пустил возможность забить. Жалко. Веремко. Отворот. Подальше. Вот вроде как выиграл борьбу наш футболист. Да, а мяч послал на... На футболистов и... На игрока Уфы. Маркиньо или Марсиньо. Опа, сдалека удар. Рукавица. На месте. Мяч. Уфы. И опять же... Еще один удар. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Мне сейчас показалось на мгновение, что мяч летит в створ. Но лишь показалось. ого ого мулин ого мулин 1-0 прошу прощения что он сделал как он это сделал я же посмотрел на его выносливость я уже думал что все вы видели он заканчивался на тебе как минимум или 14 гол я не знаю как там халк но мулин 14 забил если халк остался при своих 13 то камень на второе место возвысился это круто двое наших футболистов на первых на первом и втором месте это очень круто конечно я рассчитывал что мулина будет больше голов но так сложилось что сердара выпускаем тогда когда все подустали он там клепает бешеное количество голов 11 вот так вот я заболтался и пустил баночку свои ворота интересно ладно заслуженно багаев цибиков длинные ноги какие-то у этого футболиста были маркиньо почему были я живой еще не ломал стыванович отпустил мяч далеко за сейф ой-ой-ой-ой новосельцев тоже мог сейчас отобрать своими уже длиннющими ногами тоже ах кан немножко не достал а кахоши прострел ой-ой-ой-ой-ой-ой если бы между ног залетела было бы 21 на кахоши на подачу углового денинг к сожалению не убежал за сейф офсайд офсайд да 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 это заметили все вообще бютнер ну а сельцев вновь бютнер отлично смотрите сколько футболистов оставили неудел и передача на бютнера проходит а вот пас бютнера куда был на стывановича по всей видимости но я-то хотел мулину его дать да как так я не понимаю как они вот так вот мимо пробегают мечей маркиньо или марсиньо и не знаю как его назвать вот это да вот это да пустили опять же по центру и пробить позволили кан перевод на правый фланг на цибикова выбегая цибиков не хило так цибиков что такое угловой да не знал мулин что делать стыванович подача бесят меня эти подборы на угловых соперниками просто раздражает ну как как ну кем надо быть чтобы промазать по стоячему мячу ребят вы 40 барселону сделали 40 давайте-ка вы не оплошаете сейчас а сорок первая минута встреч отворот рукавица играет на стывановича тот в одно касание на багаева передача вперед на камиле мулина принял мяч упа отворот на пробить не позволили он даже ничего не попал камилюшка муленюшка 44 минута что будешь делать веримка выбивать конечно да выбивать отличная игра потрясающий цибиков выход 1 на 1 цибиков цибик твою мать я же просто проглотил сейчас язык мулин да как так то травма мулина в тот момент когда надо в пустые забивать что вообще произошло сейчас пи пи там буква дальше идет похоже на тройку дец просто что нахрен произошло цибиков мог забить если бы не отдал передачу а отдал передачу мулин обязан был забил так куда ты свести что мулин обязан был забивать но нет мулина здоровье больше чем у инкса что делаем ребят что делаем давайте выпустим часам булунгу на левый фланг и азмуна на центр попробуем так камиль мулин травма супер потрясающий сезон отличнейшее завершение сезона тоже где-нибудь на три недели вылетит нахрен будет у нас акча заменять форварда самбо хорош ах у цибикова еще одна прекраснейшая возможность была забить наверное слабенькое отдал маркине что за прилипание к жопе происходит постоянно каждый раз когда когда атакуешь футболиста они просто подстраиваться к заднице и все и стоят нет бы обижать а если сам вручную я бегаю начинается вот это вот промазать по мячу излюбленной прошла передача ты глянь маркине засеяв стванович почему-то здесь уже стоит не знаю почему у кана не вышла передачка на часам булунгу багаев подкать играет давайте 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 удар состоялся опасненько 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 галиулин вместо к килина уходит на поле вот она передача потрясающая потрясающая на цибикова на цибиков все делает круто да для крайнего полузащитника единственное что вот немножко ему не хватает умение именно вот игры там то есть он вот на скорости он делается что надо выбегает вот это владение нет пасов нет дриблинга нет там а в сайт был до 5 играют стоят и что судья который основной очень сильно тормозит перед свистком очень сильно тормозит перед свистком отлично отлично ну-ка все в его руках было в ногах точнее в голове я не знаю где там еще может быть что ты делаешь таракан господи ты боже мой пришла передачка на цибикова бют на арнакана вот она пас на часамбо и он был в офсайде 67 минута васильев на поле вместо этого самого марки не аут ну вот должны были забивать уже тот же мулин должен был дубль оформлять оформлят отворот мне кажется в жизни даже если бы он блин травмировался вот в процессе атаки на в такой динамике если бы это просто там какие-то боли в ноге появились бы он бы продолжил играть и забил бы хорошая передача на кана отличный обвод кана и отличная потеря к она и все за несколько секунд бенефис игры кана стивановичку хухухухуху как впустили как впустили до либора был шанс у старичка очень хочет очень хочет он забить давно этого не случалось это его последний сезон поэтому не мудрено что действительно жаждет забить мяч далибор стиванович гелиулин цубиков новосельцев о боже мой 21 и это волшебник кудесник серда размон кто-то говорил о мне точнее когда я его покупал что он отыграет у меня пол сезона и потом скатится вот видите немножко на лавочке посидел и нате забивает каждом матче в очко забил сердар азмур азмун азмур 18 гол лучший бомбардир российской премьеры лиги лучший бомбардир вдумайтесь российской премьеры лиги у нас в торпеда постоянно лучшие бомбардиры кроме последнего сезона по моему было неплохо стиванович цепиков 83 минута вот сейчас у нас есть шанс еще больше укрепить свои позиции потому что каждый раз когда вот такое происходит то есть мы выходим вперед наши соперники открываются очень нехило очень очень нехило вот он пас на азмуна потеря сердара азмуна и да видите он не умеет реализовывать не выхода вот обводку с одним защитником извиняюсь за кашлят постоянно знаю откуда он дан баланс вышел вместо фестерсона пас на сердара не было там нарушения какие-то тоже чудеса творится биков на этой своей позиции я прям радуюсь не нарадуюсь а я я я я я я я что это ну что это такое сыбиков ты глянь и бешеное какое-то ускорение еще придал ко всему прочему сердар от новосельцева и давай штанга штанга ладно такое тоже бывает стиванович не было нарушение нарушение не было но уже 90 минута встречи стиванович сердара нифига си сердара боданул смотрите на футболистов уфы они блин устали похлеще чем мы а играем мы на два фронта все победа торпеда 2 торпеда торпеда папе это 21 фу господи 3 очка наши полное выздоровление кого лхан дп слава тебе богу богу мулин не травмировался это так повреждение было слава богу лхан дп и щук все они отходят от травмы это очень крутая новость очень крутая и сейчас они заиграют против барселоны все вместе для того чтобы для того чтобы собственно отойти полноценно так подожди подожди давайте я посмотрю на календарь через три дня с арсеналом сейчас с основа должна играть не странно именно основа сюда вот такой формой именно основа так ладно подожди новосельцев как сделаем вот так вот наверное раз два с три с такие дела на попробуем выход на поле и вот эти три замены тогда и оформим если никаких проблем не будет если они сейчас заиграны будут то как бы все на следующий на следующий матч они уже по идее без вот этой вот повязочки стрёмные будут находиться так чё это я на ползу нажал месси хереси мощный прессинг ну погнали напомню мулину и сердару надо два мяча забить чтобы были они в списках лучших бомбардиров опа сохранили мяч черышев фримпонг вновь черышев не прошла передачка месси из офсайда до мяча достал добежал и в положение попал не было тоже нарушения бускец бисквит хотел сказать иньеста ракетич ай-яй-яй-яй-яй ай как не хорошо получилось мулин красавчик это нарушение правил конечно же безусловно дэни инкс нарушил маскиран зачем-то еще и спорить полез зачем мы не спорим не это какого не противились этому фоллу ничего страшного в нем нет еще одно нарушение хорошие хорошие не развлекать ой не развлекаться не расслабляться видите как отличается отличается игра барселоны у себя дома от игры барселоны в гостях они сразу в атаку пошли сразу же и вот он гол леонель месси но он то не уйдет без гола конечно в прошлом матче ушел надеюсь не будет больше никаких голов не сделает же месси чудо там пять голец ему меня отвешивает вот уж будет прохладненько да первый шаг на пути по возвращению барселоны на трон сделан потрясающий гол леонель месси всего лишь третий гол в лиге чемпионов тоже удивительная фигня бютнер неймар в отборе сыграл отобрал мяч довольно неплохо савичев передачка не проходит на мулина тот подбирает мяч подбирает я сказал нет не подбирает ух ты отлично леонель месси ракич как бы сейчас реально знаете на слишком расслабленных тонах так вышли и пропускали нахрен смотри 2-0 нет месси промахнулся а ведь надо было забивать по голу в 5-10 минут и они даже с большим счетом бы нас выиграли ай-яй-яй-яй не было нарушений не было не было не было ай-яй-яй-яй-яй сохранили сохранил на Черышева отличная передача Черышев 1-1 ну все по общему счету это 5-1 Денис Черышев забил это круто по-моему второй гол да в лиге чемпионов он забивает это очень круто да второй гол 5-1 и ну им просто типа вообще ничего не сделать по-моему то есть ничей точно не будет никаких 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 дополнительных времени и пенальти что происходит почему мяч отскакивает не пойми от кого не пойми как не пойми куда отличная передача на Мулина нет не убежал ах тоже не вышло Неймар Иньеста Месси пяточкой Мулин я пас нажал вверх а он а он затупил из-за того что финты я делал до этого не проходят передачки не всегда точнее проходят Эльо вот мы тоже мало что позволяем хотя опять же побольше чем в прошлом матче по крайней мере гол даже позволили забить Бютнер Мулин тот Пике не убежал зато у Валвишса мяч отнем а опять же Пике тут как тут сохраняет мяч Камиль Мулин Ребенко Зуев Денингс отобрали мяч Бускетс на Ракитище Фримпонг отбирает уже Алвес Дени Алвеш или Алвес Дени Алвеш наверное да все правильно было нарушение правил Месси ух ты есть Йоранин красавчик забивай лево все мячи был бы 3-1 есть в руки прям мяч положил и вперед аккуратненько туда выкинул туда где главное нету никого из наших прибористов вот что плохо бускетс на Телья или Телло не знаю Телло я комментарии ваши не могу прочитать потому что я сейчас записываю матч этот за 16 серий до выкладки грубо говоря Черышев хорош шанс у Черышева еще раз обойти и еще раз пробить был потрачен нарушение Рябенко Фримпонг Черышев бежал зачем-то в аут и вот еще раз даже отобрал мяч и тоже в аут вот такими перебраночками в центре поля из аута закончился первый тайм у нас 1-1 ну по общему счету конечно 5-1 Педро вышел почему Суареса не выпускают я не понимаю Савичев что сделал почему побороться обняться с Месси хотел побратиться с ним я не знаю опа Альбан навесик и мяч в руках Йорнина Денис Черыш перевод на правый фланг там там аут на правом фланге зачем так далеко было выбивать аут был и на вашем фланге господин Денис Черыш неплохо пасуются в итоге желтая карточка еще одна у Чисамбо Лунгу хорош Камбаров дальше конечно опасно сыграл но в целом неплохо Чисамбо на Камиле отлично выбегает от пике разворачивается замах удар и рикошетик иньеста 57 минута встреч Месси просто на угловой ладно так теперь смотрим значит Хан ДП Акча и Данила Ящук это вся троица выходит на поле я надеюсь они не травмируются а у нас угловой Ньеста пике вот даже если бы так сыграл Абарса в первом тайме ой в первом матче было бы уже для них потрясающе как круто сейчас конечно что-то с чем-то происходит у Месси правда есть возможность еще раз забить и ну на сей раз Йора не на месте мне уж показалось что делает дубль я уж начал говорить и дубль но нет Бускец заперепасовались по-моему переиграли в пас ребята Акча нарушение правил что Месси сделает навес вынести не вышло пяточка неплохо вообще красавчик Амбаров на Ищука не было нарушения правил считает судья отлично Данила Ищук на Камиля Мулина Камиль забивает 2-1 и Данила голевую передачу оформляет а Камиль очередной гол в Лиге Чемпион Браво шестой гол Камиль ну что забьет он еще может сегодня может в финале я к сожалению не имею четвертую замену поэтому Сердара Азмона выпустить не смогу но будет по-честному если Сердар лучший будет в РФПЛ а Камиль из их двоих лучший в Лиге Чемпионов ну нет не тому на Ящика хотел дать передачу Месси нет не Месси Ребенко Акча сыграл на черш тот мяч потерял ну а вот в пользу торпеды 73 минута встречи еще на замену опа Месси уходит Суарес вышел на поле это решение освистели болельщики по всей видимости торпеда или Барселона я не знаю ерунду сделал тренер на самом деле если бы Суарес был я не знаю много ли изменилось но почему-то FIFA не понимает вот этой тактики которая в жизни выстроилась и идеально работает Акча вот она еще одна хорошая передача на Мулина это нарушение правил нет это не нарушение правил если бы Мулин не упал кстати говоря то это был бы выход 1 на 1 потому что Альба проигрывал несмотря на то что Альба полон сил он проигрывал борьбу Данила Ищук нет 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 не выиграл эту борьбу тоже Акча ай-яй-яй ай-яй-яй ай не получается желтую карточку наверное дадут Суарес Неймар Кирилл Камбаров падает нет желтую не дают Мулину или дают все-таки Игорь Матеус Голос вместо Серхио Бускец выходит на поле Неймар Маскерана 8.6 минута уже по-моему всем очевидно что торпеда в финале Лиги Чемпионов это рушение но опять же у судьи свое мнение которое всегда по-моему отличается от моего Неплохо Фримпон неплохо Там Мулин уже все уже уже заканчивается полностью еще один удар и опять же браво Йоранин вот она возможность Данила Ящук летит вперед передача отличнейшая отличнейшая на Мулина и даже отбирает Камиль мяч его господи мог сейчас забивать седьмой бесил парень абсолютно бесил но чуть бы не забил у Йорана 7 сейвов мне кажется он и будет лучшим игроком встречи ваут не уйдет мяч у Неймара есть шанс навесить на красивой ноте закончить у Барса нет сил у всей команды и мы даже дома одерживаем верх над Барселоной 2-1 ребят и Торпера в финале Лиги Чемпионов одолев Барселону за счетом 6-1 6-1 что с этой Барселоной не так я не знаю но спасибо ей за то что не она именно не Бавария мне кажется с Баварией мне бы сложнее было играть жесть Суареза 7-1 рейтинг он только вышел Месси 7-3 откуда у Суареза 7-1 рейтинг я не знаю как этого посчитала сейчас FIFA Йоранин 8-7 Мулин 8-2 ну да Йоранин лучший игрок встречи как я и говорил два удара створ да два гола у нас на кого мы вышли призовой фонд 7 миллионов мы уже столько блин нас это какого насобирали не надо мотивировать сезон так подожди мне интересно на кого мы вышли на ПСЖ мы с ПСЖ играли не интересно я думал Манчестер Сити будет финал Лиги чемпионов 2018 года торпеда ПСЖ дай бог дай бог торпеда хотя бы какому-нибудь русскому клубу дай бог такое было бы очень круто что у нас что у нас вариантов очень много арсенал сыграет потом отдохнет команда точнее с арсеналом сыграет потом основа сыграет с ЦСК потом может основа играть с Уфой может основа играть с Краснодаром и основа играть с ПСЖ что ж круто действительно круто всем спасибо за просмотр пишите свое мнение в комментариях что за Барселона и не знаю пообсуждаем всем пока ребят удачи привет специально для тебя досмотревшего это видео хочу посоветовать свой второй помидорный проект BZR Info наша команда усердно работает для того чтобы ты был в курсе игровых новостей что там в инди сфере как дела на ММО аренах что нового на мобильных устройствах ну и что там происходит вообще в игровой индустрии все это на BZR Info а также ежедневные стримы с разнообразными интересными стримерами в число которых можешь попасть и ты ребята стараются и я уверен ты зайдешь и оценишь их труд спасибо тебе дальше круче